Здравствуйте! Сегодня рассмотрим такой шарфик. Он состоит из ленточного кружева, две полоски. Ширина 16 сантиметров, длина где-то полтора метра. Две полоски соединяются и обвязываются дугами из воздушных петель. Мы рассмотрим только вязание и соединение. Обвязку, смотрите схему. Шарфик выполнен из хлопчатобумажной пряжи, вот такой, бобина. Пряжа не матовая, простая, немножко даже такая жестковатая. Крючок 1,7. Вязание начинается с круглого мотива, а дальше полоса идет в эту сторону, а затем прикрепляем ниточку и вяжем полоску в другую сторону. Начинаем вязание с круга. 7 воздушных петель. Замыкаем в круг и начинаем вывязывать лепестки из 15 воздушных петель. Прикрепляем в круг столбиком без накида. Следующий лепесток тоже 15. Итак, вяжем по кругу. Нам необходимо 12 лепестков. Итак, мы связали полных 11 лепестков, а 12 мы свяжем таким образом, чтобы нам оказаться на верхушке. Вяжем 7 петель, половинку лепестка и столбик с пятью накидами. Здесь индивидуально, если мало будет, делайте 6. Так, чтобы они были одинаковые. Так, сделали. Теперь вяжем второй ряд. Второй ряд. Здесь у нас дуги, которые соединяют лепестки из 6 воздушных петель. 6 воздушных петель. Прикрепляем столбиком без накида и делаем еще один столбик без накида. Нам нужно здесь 2 столбика для того, чтобы лепесток не закручивался. Дальше 5-6 воздушных петель и столбиков 2. Так, вяжем по кругу. Так, заканчиваем круг. 6 воздушных петель. Прикрепляем и переходим к вязанию уже самой ленты, которая состоит из таких полукругов. Делаем 3 воздушные петли для перехода. Дальше 5 воздушных петель. Прикрепляем к следующей дуге. Столбиками без накида прикрепляем. И на этой дуге у нас уже будет формироваться полукруг. Вяжем 15 воздушных петель. Разворачиваем и на этой дуге прикрепляем. Здесь мы вывязываем 6 лепестков из 15 воздушных петель. Прикрепляем. Продолжение следует... Так, 6 лепестков. Дальше набираем 6 воздушных петель и крепим к следующей дуге столбиком без накида. Так, теперь обвязываем наши лепестки. 6 воздушных петель, так же как мы вязали и круг. 2 столбика без накида, 6 воздушных петель, 2 столбика без накида, 2 столбика без накида. Заканчиваем ряд. 2 воздушные петли и прикрепляем к следующей дуге предыдущего круга. В данном случае круг, потом будут полукруги. Так, вот мы сделали. Теперь 5 воздушных петель разворачиваем вязание и крепим к дуге полукруга. Это эти 5 воздушных петель у нас для вязания следующего полукруга. Вяжем опять тем же способом 15 воздушных петель. На этой дуге прикрепляем из 5 воздушных петель, которые будут основанием. И таким образом нам надо вязать опять 6 лепестков. из 15 воздушных петель. Так, вот связали 6 лепестков. Дальше. Теперь мы переходим ко второму ряду и одновременно прикрепляем полукруг к предыдущему. В данном случае к основанию 6 воздушных петель. Прикрепили. Просто к каждой дуге основание. Это у нас круг. А потом у нас уже основанием будут полукруги. Дальше. Теперь обвязываем второй ряд. Это у нас обвязка лепестков. 6 воздушных петель. И по два столбика без накида. Обычно в ленточных кружевах первые два полукруга крепятся к основанию. Это может быть или круг полностью, или иногда вяжет тоже какая-то часть круга. А вот третий полукруг обычно уже идет как основной. В данном узоре первые два полукруга они не отличаются ничем. Но в других лентах они могут быть немножко, вязаться могут немножко по-другому. Так, довязали. Теперь мы его прикрепляем. 2 воздушные петли. Прикрепляем к основанию. И переходим уже к третьему полукругу. 5 воздушных петель. И прикрепляем вот сюда, назад. Вот эти две петли и половинка вот этого полукруга у нас будут как раз основанием для следующего полукруга. чтобы не путали, чтобы не сюда прикрепляли, а вот обратно. Если сюда прикрепите, то у вас уже узор не получится. Потому что здесь в каждом полукруге два ряда. И начинаем вязать третий полукруг точно так же. Вывязываем лепестки из 15 воздушных петель. Прикрепляем. И так далее 6 штук набираем. 6 лепестков. Так, 6 лепестков. Вот они. Теперь мы будем переходить ко второму ряду. Но предварительно прикрепим этот полукруг к основанию. К предыдущему, да, предыдущему у нас. С этой стороны вот это будет. К этому крепим. 6 воздушных петель. Прикрепили. И теперь уже отсюда 6 воздушных петель. Разворачиваем и прикрепляем к лепесткам. Покрепили. Прикрепили. Покрепили. так вот второй ряд провязан все лепестки соединены и теперь мы этот полукруг прикрепляем двумя воздушными петлями друге предыдущего полукруга вот так они у нас идут так вот так и вот так так и будут идти теперь вот отсюда мы делаем 5 воздушных петель с этой точки и прикрепляем сюда возвращаемся сюда не сюда двигаемся возвращаемся к этому связанному полукругу 5 воздушных петель разворачиваемся и прикрепляем теперь уже отсюда будем вывязывать лепестки или так как вам удобно или так можно развернуться чтобы было понятнее отсюда начинать итак мы вяжем необходимую длину полоса уже связаны а потом посмотрим как в другую сторону вязать и так одну полоску я связала вот она длина которую вы считаете нужны половинка вернее длины у меня здесь вот таких полукругов 17 штук так теперь мы вяжем другую сторону вот у нас серединка целая целый круговой мотив и отсюда значит в ниточку прикрепляем сюда дальше начинаем двигаться сюда прикрепляем 33 петли воздушные сюда и дальше идет 5 воздушных петель это уже будет для формирования полукруга 3 воздушные петли ниточку я провязала так связала так в эту сторону прикрепляем к серединке следующей дуги потом ее обрезать дальше 5 воздушных петель движемся опять по кругу вот так прикрепляем друг за другом они и теперь начинаем вязать полукруг 15 воздушных петель и прикрепляем этой дуги из 5 воздушных петель которая является основанием дальше опять 15 и таким образом набираем 6 лепестков точно так же вяжем ленту только в зеркальном отражении так 6 лепестков связаны теперь присоединяем 6 воздушных петель присоединяем вот к этой дуги здесь у нас присоединена та часть и сюда же присоединяем вторую часть присоединили и теперь начинаем второй ряд с обвязкой 6 6 воздушных петель присоединяем к лепестку два столбика без накида дуги по 6 петель и два столбика без накида на лепесток по два столбика для того чтобы у нас лепесток не заворачивался это последний лепесток теперь две воздушные петли прикрепляем к дуге круглого мотива дальше 5 воздушных петель разворачиваемся прикрепляем и начинаем вывязывать следующий полукруг дальше вязание точно такое же ничем не отличается также как мы вязали и эту сторону ну вот так и продолжаем вязать до нужной длины теперь будем соединять ленты соединять цепочка из воздушных петель цепочки будут по 5 воздушных петель значит располагаем ленту таким образом чтобы она была чтобы она смотрела в одну сторону если наоборот то они тогда будут соединяться встык там будет по-другому а здесь получается вот выпуклая сторона свогнутая выпуклая свогнутая вот таким образом будут соединяться они смотрите значит каждый полукруг имеет свободные три дуги и с этой стороны и вот серединка это будет соединяться с чтобы было легче мы можем маркерами отметить основные точки допустим серединке и серединке отмечу чтобы мне можно было ориентироваться немножко в сторону сдвину чтобы не мешало это центральная дуга здесь парочку первое я не трогаю там может быть немножко смещение там надо же будет по схеме смотреть серединка и с этой стороны тоже пластиковым маркерами не пользуются не тяжеловато и ими тоже можно так здесь вот так чтобы нам ориентироваться вот так так это к серединке это сюда к серединке это сюда к серединке так примерно теперь будем соединять я буду соединять цветной нитью чтобы было видно так вот таким вот образом таким вот образом будем соединить итак по схеме ищем начало так вот у нас последнее прикрепление и с этой дуги начинаем прикреплять она у нас по счету 4 а здесь мы будем прикреплять к дуге которая у нас по счету 2 а вот она можно их отметить можно не отмечать прикрепляем ниточку 5 воздушных петель так прикрепляем вот ко второй прикрепляем столбиком без накида или по соединительными петлями вот таким дальше вяжем 5 воздушных петель теперь соединяем эту сторону вот к этой дуге следующий присоединяем и столбиком без накида выберите какой-то вариант который вам больше подходит 5 воздушных петель здесь вот следующая дуга 5 воздушных петель 5 5 воздушных петель количество петель в этих дугах может изменяться может быть меньше может быть больше это зависит от модели 5 воздушных петель 5 воздушных петель 5 воздушных петель так вот мы двигаемся потихонечку вот маркер вот это средняя дуга вот от нее исходит две дуги две две цепочки к одному и другой дуге к одной и другой дуге вот так таким углом 5 воздушных петель 5 воздушных петель 5 воздушных петель присоединяем к центральной части и отсюда еще 5 воздушных петель уже на следующей стороне так мы зигзагами вяжем цепочку и соединяем ленты вот серединка серединка которые совпадают с вогнутыми частями ну и так далее если ошибок не было в ленте то есть вот здесь три дуги должно быть если там ошиблись или меньше связали лепестков или больше то соответственно дуг будет меньше или больше ну такое тоже бывает тогда у вас обязательно будет сбой а так если вязать то можно и без маркеров аккуратненько вязать так проверять время от времени так 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 так